Что такое беглый, выпадающий, немой «э»? Когда его произносить? Чем он отличается от обычного «э»? Говорим в этом видео. Звук «э», который обозначается таким символом, который, кстати, называется «шва», называют беглым, потому что он может произноситься, либо опускаться в зависимости от стиля речи. Например, в разговорном стиле он выпадает практически всегда. А в официальном сообщении в виде декламации часто сохраняются для придания большей четкости произношению. Например, торжественная речь, обращение. Также он в основном всегда сохраняется в стихотворениях и песнях, помогая соблюдать стихотворный размер и ритм. Как же понять, когда нам произносить этот звук, а когда можно им пренебречь? Давайте рассмотрим правила. Для начала разберемся, чем он отличается от уже изученного нами звука «э». Гласный «э» — это полуоткрытый гласный переднего ряда, огубленный не носовой. Итак, произносится он точно так же, как и «э», но встречается в других позициях. Каких? Буква «э» читается как «э» в открытом безударном слоге. Напоминаю, что открытый слог — тот, который оканчивается на гласном «с». В конце односложных слов «м», «с», «с» в приставке «р» перед двойным «с». Однако «э» читается как «э», который мы скоро возьмем, в глаголах «рессайе», «рессусите», «рессуеец». Иногда в конце слова по правилу трех согласных, когда две согласные предшествуют и одна следует после. Буква сочетания «э», «с», «с» читается как «э» в словах «дессу», «дессу». Буква сочетания «он» читается как «э» в слове «le monsieur». Буква сочетания «а», «и» читается как «э» не мое в глаголе «фер», перед звучащим «з». Звук «э» может опускаться. Его произнесение зависит от стиля речи, социальных или региональных особенностей, а также от согласных букв, которые его окружают. Французы стараются по максимуму опускать этот звук в беглой речи. Но прежде чем изучить, в каких случаях он не произносится, давайте рассмотрим те немногочисленные случаи, когда его нужно произносить. Беглый «э» обязательно произносится, если находится в окружении трех согласных, из которых два согласных звука предшествуют ему, а один следует за ним. Так называемая формула 2 плюс 1. Это может происходить как внутри слова, так и на границе двух слов. Французам сложно произносить несколько согласных подряд, поэтому они могут добавлять этот звук даже там, где его не существует. Например, Напоминаю, что и в целом этот очень свойственный французам звук придает речи о французскости. В положении 2 плюс 1 выпадение беглого «э» внутри слова возможно, если группа согласных, после которой сразу же следует беглый «э», содержит согласные «эль» или «эр». На стыке слов конечный беглый «э» в положении 2 плюс 1 произносится перед односложным словом, на которое падает ударение для ритма. Но когда после слова с беглым «э» в конечной позиции идет многосложное слово, беглый «э» опускается, не нарушая ритм. Обратите внимание, что если один согласно предшествует, и два следует за звуком «э» не мое, то можно произносить звук «э» не мое или нет, в принципе по желанию или в зависимости от ситуации. Говоря об этом правиле, отдельно стоит отметить сложные существительные, состоящие из двух слов. Если вторая часть сложного существительного представляет собой односложное слово, то беглый «э» произносится обязательно. ПОРТЕКЛЕЙ Но если вторая часть имеет более одного слога, то его можно опустить. ПОРТМОНЕЙ ПОРТМАУТО Беглый «э» обязательно произносится, если ему предшествует согласный, а после «э» следует согласный. «р» или «л» в сочетании с «йотом» или полусогласным. ВУФЕРИЕ БЕШЕЛЬЕ ЛЕРУАС Беглый «э» обязательно произносится в первом слоге слова или в начале ритмической группы, например. ДЕМАН КОФЕТУ ТОНИР НО ИЛЬ ПАРТИРА ДМАНС Кроме того, если перед «э» не мое в начальной позиции стоит «ш» левой согласный, «ф», «в», «с», «з», «ш», «ж», «ж», то «э» не мое может опускаться. СПЕНДАН ЖВЕ ЖФЕ ЖЧЕРШ Обратите внимание, что в этом случае звонки «ж» в «ж», стоящие перед глухим согласным, оглушаются и произносятся как «ш», «шарш», «шкит», «штраваец». Также можно опустить начальный беглый «э» после согласного «р» в предыдущем слове. АВУАР ДВИНИЙ ЛЕР ПТИФИС ПАРСМЕН Таким образом, мы произнесем беглый «э» во фразе «ЖЕ ПЕНСКЕ ВУЗ АЛЕ РЕЮССИР». Но если там появляется глагол, содержащий «р» в конечной позиции, то «беглый «э»» можно опустить. «ЖЕ СПЕРК ВУЗ АЛЕ РЕЮССИР». Беглый «э» обязательно произносится перед предыдыхательным «h». «H» аспире. «ЛЕ РО», «ЛЕ РИССОН», «СЕТ-Е Н», «ЛЕ ОЛЬ», «СЕТ-Е Х». То есть здесь не происходит усечения артикля, например, как перед ним им «h». «Л'АБИТАН». «Беглый «э»» обязательно произносится в словах «la belette», «ceci», «ce lui», «le chevet», «le degré», «dehors», «menu», «le menuet», «le monsieur», «peser», «la querelle». «Беглый «э»» обязательно произносится в любом положении, если на него падает ударение. Это случай, например, повелительного наклонения. Здесь можно отметить также и случаев делительного ударения, когда оно падает на начальную часть слова или группы слов, то не свойственно французскому языку. Поэтому он служит для подчеркивания чего-либо для привлечения внимания к важности. По-французски это ударение называется «un accent d'insistance». «Беглый «э»» произносится в стихотворениях и в песнях, если не стоит перед гласным. Для ритма он может произноситься даже там, где его нет и не должно быть. Например, в песне «И в «Монтон», «жирофле», «жирофла». «Сои тон, фице», «сои ле мия». «Беглый «э»» произносится при выражении чувств, например, «Мон петит папа, шери». Теперь поговорим о том, когда «Они мое» не произносится. «Они мое» не произносится перед гласным звуком. И при этом на стыке слов в данном случае происходит консонантное сцепление, когда произносимый согласный предыдущего слова произносится в начале последующего слова. «Вилетранж». «Они мое» не произносится после гласного звука. «Гемон», «Ле девумон», «И ле тудира», «Ву журе», «И крирон», «Ма беломи», «И лублира», «С». Перед ним им «Аш», «Аш муэ», «Жемаби», «С». В акустической конечной позиции, в конце фразы или перед паузой. «Се дусябль», «Иль ме сомбль», при этом «Р» или «Л» произносится низким голосом, практически шепотом происходит своего рода оглушение. Например, «Иль фол мэтр», «Сюр ла тапль», «Се та нутр», «С». Когда перед «Они мым» стоит один согласный и после него также один согласный, то есть группа двух согласных, один плюс один, то «Они мое» можно опустить. «Ла шмизе», «Рэште», «Комплейтмон», «С». «Они мое» опускается в устоявшихся выражениях. «Туль муде», «Шмэнт фэр», «С». В часто употребимых группах согласных, либо где произнести довольно просто, «Они мое» опускается, несмотря на правила. Например, «Иль сха», «Бун схэ», «Иль фра». В разговорной беглой речи часто «Они мой» выпадает не один, а с соседним согласным. Например, «Не лотро жур», «А лот жур», «Не нотре фамилия», «А нот фамилия», «Не кэтр пэн», «А кэт пэн», «Не ла табле дандрэ», «Ла табле дандрэ». Часто встречается много беглых «Они мое» подряд. В таком случае сохраняется один из двух звуков, происходит чередование. Чаще всего опускается первый «Они мое» бегло, затем третий, а второй и четвертый, соответственно, произносятся. «Унь фэнэтр», «Иль вьет моль дир», «Жен сэй па», «Ун сэмэн», «Но», «Ла смэн», опускается по общему правилу между двумя согласными. Существуют фонетически устоявшиеся сочетания, которые следует запомнить. «Жен», «Жен», «Жел», «Тэл», «Кэн», «Кэд», «Кэл», «Кэж», «Дэн», «Дэн», «Нэл». «Жен сэй па», «Жен лэ па», «Жен дипа но», «Жен ва бян», «Жен лэвэс». Обратите внимание, что в этих группах, первый «О» выпадает «Жтэ», «Парскэ», «Скэ». В сочетании, когда между двумя беглыми «e» стоит «s», то есть «e» плюс «s» плюс «e», оба «e» опускаются. В сочетании односложное слово типа «согласный» плюс «e» не мой, плюс следующее слово, которое начинается с приставки «r». Первый «e» не мой произносится, а «e» в приставке «re» опускается. Первый «e» в последовательности «e» будет произноситься, если перед ним стоят два произносимых согласных, а также в начальном слоге, в начале фразы или ритмической группы. За исключением случая, когда в этом положении после «e» не мой стоит взрывной согласный, тогда первый «e» опускается, что «di». Если взрывной согласный стоит перед «e» не мой, и все это в начальной группе, то первый «e» произносится, а второй опускается. Напоследок отмечу, что чем быстрее тем пречи, тем меньше беглых «e» произносится. Как научиться анализировать все эти правила на практике? Для начала вы можете взять какой-то текст на французском языке и проанализировать каждый беглый «e» произносится он или нет относительно его положения и окружения. Затем также можно тренировать это и прочитать, ведь у французов опущение «e» беглого в крови, а нам кажется иногда, что можно сломать язык. Если вы узнали что-то новое, полезное, поддержите меня лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, посвященные французскому языку. Салют! Салют!